Имя Иисуса Одного вселенной Я лишь пишу и слей на меня свой дождь Каждый мой миг наполни собой, мой Бог В твоих обятих я растворяю святой, мой Бог Звук неба дай, слышь отнутри Как сильный ветер, святой дух, иди Имя Твое, одно во вселенной Спасите Я лишь пишу и слей на меня свой дождь Каждый мой миг наполни собой, мой Бог В твоих обятих я растворяю святой, мой Бог Звук неба дай, слышь отнутри Как сильный ветер, святой дух, иди Имя Твое, одно во вселенной Спасите Иисус Прославь Его Прославляй Его, Он достоин Всей славы, всей хвалы Только перед Его именем Преклонится всякое колено Только Его именем Может спастись человек Ибо Он есть путь, истина И жизнь Он победил смерть Он вырвал у нее жало Во имя Иисуса Благодарим Тебя, славим Тебя Наш великий чудный Бог Мы прославляем Тебя на этом месте Касайся наших сердец Позволь нам сегодня иметь уши, которые будут слышать Слово Позволь нам сегодня иметь сердце, которое будет воспринимать Как благородная почва воспринимает семя Слово Твое Чтобы оно проросло и принесло плод в 30, 60 и в 100 крат Чтобы это Слово изменило нас Чтобы оно стало основанием для нашей жизни На котором мы будем строить крепкое сооружение Которое сможет устоять в любые напасти В любые трудности Благодарим Тебя, Иисус За то, что Ты нам открыл имя Свое Которое, как крепкая башня Убегает в нее праведник И в безопасности Спасибо Тебе За то, что перед этим именем Трепещет ад Господь А праведник склоняется Перед этим именем Спасибо Тебе, Господь, за это чудесное имя О, мы поем Тебе Одного вселенной Имя Иисуса Одного вселенной Имя Иисуса Одного вселенной Я лишь прячу Излей на меня свой душ Мы просим Излей на нас Духа Святого Мы, как земля иссохшая Жаждем Духа Святого Излей его на церковь Пусть чудеса, знамения Будут сопровождать нашу жизнь Дай нам видеть действия Силы Духа Святого И пусть сегодняшняя проповедь Она будет явлена Не в мудрости человеческих слов А в явлении силы И действия Духа Святого Дух Святой, освобождай здесь людей Потому что если Сын освободит То истину будем свободными Освобождай от всякого порока От всего, что нами обладает Делай нас свободными людьми Исцеляй Дух Святой Без прикосновения священника Исцеляй Дух Святой Самые неисцелимые болезни Исцеляй наших телезрителей Исцеляй тех, кто смотрит нас в соцсетях Прикасайся сейчас Дух Святой Силой своей Пусть исцеление будет достигать Твой народ Аллилуйя Пусть крещение Духом Святым Будет происходить на этом месте Дай нам говорение иными языками Дай нам действия даров Духа Святого Мы желаем Мы желаем быть крещены в Тебя Дух Святой Окунуться в Тебя Дух Святой Двигаться в Тебя Дух Святой Касайся Ты Главное действующее лицо здесь И мы подчиняем себя Тебе И мы желаем видеть Твое проявление Мы желаем видеть Твою славу на церкви Твоей Чтоб она была славной невестой Господь, благодарим Тебя, славим Тебя, прославляем Тебя За все, что Ты производишь в этой церкви, в жизни каждого человека Аллилуйя, Господь И возьми сегодня меня как инструмент Употреби, Господи, во славу свою Чтобы поток Божьей любви Поток Божьего слова, Божьей силы Он сегодня тек на этой проповеди И касался людей, Господь Изменяя их сущность Не оставляя их прежними Давая им откровение, Боже Во имя Иисуса Благодарю Тебя за каждого человека Благодарю Тебя за любовь, которую Ты явил Каждому из нас И весь народ скажет Аминь Воздайте Богу хвалу, Он достоин И давайте поблагодарим Нашу молодежную команду прославления Это Это сегодня первый раз, когда они на большом собрании Служат нам И слава Богу за ним Они молодцы, они хорошо справились И давайте наградим их хорошими аплодисментами Да, спасибо вам, дорогие Вы молодцы, вы великолепны Поприветствуй кого-то рядом с собой Скажи пару хороших слов Не поскупись Скажи хорошие слова своему соседу Если не знаешь, что сказать Просто скажи Ты замечательно выглядишь сегодня Это любимое слово Дмитрия Коткова в нашей церкви Ты замечательно выглядишь, пастор или кто-то Он молодец Мы можем взять и применить его Слава Богу Слава Богу Друзья, все хорошо? Аллилуйя Вы знаете, мне нравится, когда в церкви такое веселье Вот когда в церкви какой-то радостный дух Я понимаю, что иногда серьезные вещи говорятся И вы напрягаетесь так И вы серьезные становитесь Серьезно слушаете Ну да, мы серьезные люди Сто процентов Ну дух должен быть такой легкий в церкви Какой-то радостный Вот знаешь, заходишь И вот бремя, оно остается А не наоборот Ты приходишь такой В клуб что, где, когда И у тебя бремя Бам! Такое раз ты пригрузился Думаешь Все нормально, ненормально Не знаю, может быть, как-то выгляжу не так Вот в церкви должно быть радостно Вот согласны со мной? Да Потому что там, где Дух Господень Там свобода Там пребывает благодать Там радость Потому что Царство Божие Оно не в питье и не в одежде А в чем? В радости В мире И в праведности Здесь собрались праведники Аминь Потому что неправедники Собраний праведников не устоят Они уже вышли до пожертвования Сейчас не могут зайти никак Вот Поэтому здесь все праведники Повернись своему соседу Скажи, ты праведник Халилюя Я верю, что После того, как мы прославили Господа У каждого из вас уже мир в душе Правда? Не у всех еще? Ну, если у вас нет мира в душе Я могу дать рецепт Пожертвуйте второй раз Сразу мир накроет вас Аллилуйя Ну и третье Что должно присуще быть Царству Божьему Это радость И вы должны быть радостными Тем более я сейчас буду проповедовать Вот Слава Богу Да Поэтому всегда будьте в радости И представьте, вот 200 радостных человек Собралось в одном месте Разве там не будет пребывать радость? Еще раз повторю 200 радостных Негрустных Радостных человек Собрались в одном месте Разве там не будет пребывать радость? Аллилуйя Аллилуйя Ну, конечно Иногда мы проповедники Имеем свойство Пригрузить народ Так, что даже засыпают На собрании Я отличаюсь Такой особенностью Иногда могу так проповедовать Что пятеро-шесть человек Засыпают В лучшем случае Выходят Потому что Когда заснут Падают А он весит много Может упасть с грохотом Поэтому Чтобы других не смущать Выходят Из собрания Но в основном Дух Святой Он действует в радости Он даже Из незначительного Может извлечь Для вас Значимое Вот одно слово Может изменить Твою жизнь навсегда Одно слово Поэтому будь сегодня Внимателен Не спи Повернись своему соседу И скажи Если я засну Толкни мне Аллилуйя Кто-то не стал Говорить этого Кто-то не в послушанию Пастор Вы знаете Вот такие вот мелочи Они как раз И показывают Нашу сущность Я помню Когда Я часто так говорю Вы заметили Повернись соседу Скажи Знаете почему Я вам объясню Открою тайну Вот Максу сейчас нравится Когда я так проповедую По семейному Он говорит Пастор Ну давай по семейному Поставь табуреточку Сядь Поговори с нами Да И вот он прям У него прям вот на душе Радостно Становится от этого Ну не всем так нравится Когда на табуреточке Иногда надо умные вещи сказать Поэтому разнообразие должно Так вот Я сам когда раньше Был на собрании И вот такие вещи говорили Повернись Скажи Я думал Что глупости говорят Вот что пастору Больше сказать нечего Есть Библия В которой 66 книг Она тысячу с лишним страниц Говори не переговоришь Какие повернись А потом вдруг Я понял Вот в таких мелочах Моя гордость проявляется Зачем я буду поворачиваться Это же глупо для меня Кажется Я же человек серьезный Ну знаешь Когда ты преодолеваешь Свою глупость Ты похож как Ребенок А Иисус сказал Будьте Как дети Детям в детском саду Сказали похлопайте Они похлопали Ну пастор Ну до такой же степени Наивным быть Да-да-да Так мы побеждаем Свою гордость Так мы распинаем Свою плоть Именно вот через Такие мелочи Друзья Когда тебе не нравится Когда плоть твоя противится А ты делаешь обратное Противное этой плоти Распинаешь ее Сказали повернуться А что трудного Повернуться и сказать Нет У нас здесь включаются Мозговые рецепторы Это не для меня Это глупо Я уже вырос Немножко через От этого Понимаете И я когда это в себе Обнаружил Я про себя рассказываю Не про вас Вы-то молодцы Когда обнаружил Это в себе Я стал Я себе сказал Вот что пастор скажет На собрании То и буду делать Даже если это будет Мне казаться Глупостью А хотя Не такая ведь и глупость Сказать Своему соседу Хорошее Доброе слово Правда Сказать ему Расбуди меня Когда я засну Это же нормально А что тут такого Если не заснешь Он тебя будить не будет Ведь Все 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 логично Все классно Поэтому Слава Господу Воздайте Богу хвалу Аллилуйя Аллилуйя И знаете Мы продолжаем Говорить О слове На 2020 год И Мы назвали Этот год Год Давайте вместе Скажем Год Так что Повернись Соседу Еще раз Скажи Я буду заботиться В этом году О тебе Да Аллилуйя Не забудьте Своё обещание Сосед Друзья Вот Вот будьте Разумны На собрании Когда вам Дают обещание Записывайте На видео Потом 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 Раз Вот ты говорил И да Пожалуйста Проявляй Свою заботу Хорошо И Первое О чем Мы сказали Мы сказали Так Мы все Одним Духом Крещены В одно Тело Друзья Мы одно Тело Мы не разные Тела Здесь не Несколько Тел Разных Маленьких Или больших Мы все С вами Одно Тело Мы крещены В одно Тело Порой Мы члены Тело 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 Несколько Это в единстве Маленьких Должно Должно Быть И сегодня Мы поговорим О том Как Как построить Это единство Каким образом Мы можем построить Единство Внутри Церкви И первый раз В Библии О единстве Среди Большого количества Людей Большого количества Людей Говорится В Бытие В 11 Главе Книга Бытие 11 Глава И прежде чем Мы начнем Говорить об этом Давайте поприветствуем Наших зрителей Которые смотрят Нас в соцсетях Которые смотрят Нас в канале На канале Вера 24 Мы приветствуем вас Будьте с нами Смотрите за нами И пусть Бог Да благословит вас Итак Давайте мы Откроем с вами Книгу Бытия 11 главу И прочитаем С 1 по 8 стих Всем известное Местописание Если вы читаете Ветхий Завет Читаете Библию Вы не раз читали Об этом Не раз слышали Проповеди на это место Но мы сегодня Повторимся Может быть где-то И здесь сказано На всей земле Был один язык И одно наречие Двинувшись с востока Они нашли в земле Синаар Равнину И поселились там И сказали друг друга И сказали друг другу Наделаем кирпичей И обожжем огнем И стали у них кирпичи Вместо камней А земляная смола Вместо извести И сказали они Построим себе город И башню Высотою до небес И сделаем себе имя Прежде нежели рассеемся По лицу всей земли И сошел Господь Посмотреть город И башню Которые строили Сыны человеческие И сказал Господь Вот один народ И один у всех язык И вот что начали они делать И не отстанут они От того что задумали Делать Сойдем же И смешаем там язык Их Так чтобы один Не понимал речи другого И рассеял их Господь оттуда По всей земле И они перестали Строить Город Друзья Мы прочитали с вами Ветхозаветную историю О том Как люди того время Умудрились Или скажем так Смогли Построить единство Они были в единстве Они в единстве Приступили строить Город и башню И им помогло Следующее Первое Друзья Первое У них был Один язык Всякое общее Дело Начинается С возможности Или сказать Лучше С способности С умения Договариваться Друг с другом Говорить Так сказать На одном языке Я сейчас не говорю О принадлежности Языка Какой-то группе Или какой-то народности Я сейчас говорю О понимании Когда между нами Возникает понимание Тогда рождается единство Это единство Может рождаться Или не рождаться В церкви В семье В группе людей Когда люди Говорят на одном языке Когда они понимают Друг друга О чем они говорят Но у нас с вами Разные взгляды на жизнь У нас разные представления У нас разные отношения У нас разное восприятие Событий Обстоятельств В которых Бог Нас помещает Даже когда мы читаем Евангелие Мы видим Что одни и те же вещи Евангелисты Описывали по-разному Некоторые это ставят Как противоречие Они говорят Вот видите Библия не истина Потому что здесь Один этот случай Описал так А другой Этот случай Описал так Евангелист Совершенно по-другому Но именно И это говорит Об истине Священного Писания Потому что Каждый из нас Имеет Разное восприятие Мы с женой Соединились В одной семье И у них Разные восприятия На обстоятельства Разные отношения И один пытается Сделать другого Подобным себе Но не в этом Единство Единство возникает Между ними Тогда Когда они способны Договориться Друг с другом Услышать друг друга Начать разговаривать На одном языке Но такое впечатление К сожалению Создается Что мы порой Говорим на разных языках Вроде бы Об одном Но на разных языках Кто-то говорит Маяк погас А кто-то говорит Маяк потух И они спорят Погас он Или потух Хотя это одно и то же Об одном и том же говорим Но не понимаем Друг друга И если мы не научимся Понимать друг друга Мы никогда с вами Не построим единство Посмотрите еще Амос пророк Сказал такие слова Это книга Амоса Третья глава Третий стих Пойдут ли двое вместе Не сговорившись между собой Пойдут ли двое Он говорит Он вопрос задает Он могут ли пойти двое вместе Они могут стоять вместе Они могут говорить Но когда они уже пойдут Это уже действия Которые они осуществят Во-первых Им нужно договориться Куда пойдут Вы пробовали Когда-нибудь гулять С супругой Или с супругом Туда Куда Никто не знает Пойдем погуляем Куда И все И вопрос завис И никто не может Ответить на этот вопрос Куда же пойдем И я вам скажу Вы никуда не пойдете До тех пор Пока кто-нибудь из вас Не придумает Точку назначения Хотя бы надо знать Куда идти гулять-то Потому что невозможно Пойти гулять Если не знаешь куда Когда мне жена говорит Пойдем просто погуляем Я никогда не пойду Мне надо знать Расстояние Время Сколько мы будем гулять Калории Израсходованные На это время Скорость Какой мы будем гулять Когда вернемся Ты мне план Пожалуйста Представь Я его одобрю Утвержу Потом пойдем гулять Эта женщина Может выйти И пока в лифт Заходит Придумать Куда гулять Мужчина Так не может Друзья Женщины Возьмите себе На вооружение Если вы хотите Позвать мужчину Гулять То сообразите Куда Мужчинам проще Он может сказать Женщине Пошли гулять Она сразу скажет Пойдем Ей уже факт Что ее позвали Радует Аллилуйя У нас разные представления И поэтому Для того Чтобы двоим Пойти куда-то Амус говорит Им надо договориться Между собой Им надо сказать Вот Муж и жена Договаривайтесь Между собой И смотрите Вот слово Которое здесь Употреблено Как сговорившись Оно Обозначает Дать знать Или Познакомить Дать знать Или Познакомить То есть Каждый из нас Он должен знакомить Другого С планами Друг друга Дать знать Что ты вообще Задумал Что ты замыслил Большинство проблем Которые Мешают Единству Именно Додумывание Особенно Женщины У них способность Додумывать Докручивать Они так Додумывают Ты даже Помечтать об этом Не можешь Поэтому Они такие романы Пишут Большие И с множеством Событий У мужчины Все понятно У него чик-чик-чик В конце интрига У женщины С самого начала Интрига В середине интрига Везде интрига И интрига За интригой Потому что Они додумывают Знаете Вот люди Додумывают Им не поведали Не поведали Планы Двое собрались Что-то делать Один говорит Так Другой Говорит Так Потом Сделали Дело Я это Имел Я вот Ну Размышлял Не то что Размышлял Рассуждал Людей В этих Ситуациях Когда ко мне Приходили С проблемой Люди Приходили На конечном Итоге С проблемой И нам Приходилось Рассуждать И причина Этой проблемы Была в том Что в начале Они не открыли Друг другу Свои планы Или не до конца Открыли Один так Сказал Другой так Сказал Этот так Понял А этот Так Понял И в конце Когда пришли К конечному Результату То Этот результат Оказался Не в чью-то Пользу Кто-то был Доволен В этой Компании А кто-то Нет И тот Кто не был Доволен Он естественно Начинал Разбираться Почему так Вы же Мне сказали Вот так А тот Говорил Не Я тебе Не говорил Поэтому Нам важно Научиться Договариваться Друг с другом Открывать Свои планы Посвящать Людей В эти планы В семье То же самое В семье То же самое Не надо Мужу думать Что жена Все додумается Она не додумается Друзья Пока вы Вы ей не откроете Свои планы Пока вы Ее не посвятите В эти планы Поэтому нам нужно Строить единство Открывая планы Говорить На одном Языке Договариваться Друг с другом То же самое И в церкви В любой Компании Где хотят построить Единство Должен быть Один язык Они должны Говорить Так Чтобы каждый Понимал Друг друга Поэтому Друзья Нам надо Постараться Научиться Говорить На одном Языке Второе Что было У этих людей У них было Одно Видение И одна Цель Построить Город И башню Это являлось Их целью И видением И хочу Заметить Не башню Как у нас Отложилось В мозге Я раньше Всегда Вот почему-то Представлял Что они Строили Вавилонскую Башню Здесь Четко Говорится О том Что они Строили Город И башню Город Дом За домом Улицу За улицей Площади Этого города И посреди Этого города Должна быть Башня До небес Это как Достопримечательность Этого города То что Выделяет Этот город От всех остальных Городов Это если сравнить С человеком У человека Тоже есть Некий дар Некая способность Больше Чем у других То что его Отделяет От других Вот кто-то Более способный У нас в церкви Есть Николай Петрович Который очень способно Заваривает чай Кто у него был В чайхане Сказал аминь Кто не был Тот скажет Попробую У него есть Способность Объединять людей У него есть Такая способность У другого Такой способности Нет человека Может быть Есть лучше Или хуже У каждого Из нас Есть какая-то Способность Которая Выделяет Нас От других Людей И этой Способностью Необходимо Служить Другим Людям А не Отделяться От других Людей Они строили Город Который Башней Высотой До небес Должен Быть Отделен От других Городов Выделяться Среди Других Городов Хвастаться Знаете У нас Вот какой Город В Лонс Какой Башней Мы с супругой Года 2-3 Назад Были В Италии И там Был один Город Где люди Строили Дома В виде Башен Башни Это было Связано С тем Что приходили Кочевые Племена Делали Набеги И поджигали Обычно Дом Кирпичный У них Из кирпича Уже Тогда Строили И люди Из-за того Что пожар Был Они не могли Они задыхались Они выходили Из этого дома Но Их Задумка Была таковой Что они Жили наверху И если внизу Поджигали То дым Не доходил Доверх Они могли Скрыться На верхних Этажах Потому что Дома были Где-то По 20-30 метров Высотой Это башни Были Башни Огромные И у них Еще была Такая Возможность Они строили Эти башни Рядом Для того Чтобы мосты Перекинуть Из одного дома В случае чего Перейти В другой дом Мудрые люди Ну знаете Они к чему Пришли в конце Кто богаче Тот строил Выше башню Вот чья башня Выше Люди знали Вот это Самая богатая Семья Там не было Уже Единства Никакого У нас есть Способности Которые бог дал И мы начинаем Превозноситься Этими способностями У меня Выше башня У меня Круче способности Я здесь Авторитетнее Чем все остальные Потому что Мои способности Они благословляют Церковь И так же Они строили Город Они строили Город Чтобы башня Была Вышиной До небес Чтобы это Отделяло От всех Остальных Городов Друзья Невозможно Построить Единство Не имея Единого Видения И одной На всех Цели Нам нужно Одно Видение Нам нужна Одна Цель У них было Хорошее У них было Видение Построить Город Вместе С башней Мотивация Неправильно Была Любая Корпорация Друзья Которая Хочет добиться Единства Своих Сотрудников Заражает Своих Сотрудников Корпоративным Видением Например Корпорация Макрософт Многие Слышали Знают О нем Мы все Пользуемся Которые В 80 Странах Мира Выпускают Свою Продукцию Переведенную На 45 Языков Они Четко Дали Понимать Своим Сотрудникам Такую Мысль Они Говорят Мы Выпускаем Программное Обеспечение С помощью Которого Изменяем Мир К лучшему У всех Вот такая Одна Корпоративная Мечта Одно Корпоративное Видение Выпускать Продукцию Или Программное Обеспечение Которое Изменяет Мир И я Хотел Присоединиться К этому Видению Которое Изменяет Мир У нас Тоже Есть Одно Видение На всех Поверните Направо Кто-то Взад Себя Посмотрите И мы Должны Присоединиться К этому Видению Иметь Одно Видение Тогда Мы Будем Способны Построить Единство Если у Каждого В церкви Будет Своё Видение Своя Цель Тогда Никогда Не построишь Единство Вот Почему Может быть Может быть Я не нравлюсь Когда так Говорю Женщинам Но я Говорю Так Если Женщина Не разделит В семье Мечту Мужчины В такой Семье Единства Не будет Никогда Если Мужчина Разделит Видение Женщины То тогда Главой Этой Семьи Будет Уже Женщина Это Уже Нарушение Божественного Порядка Женщина Поставлена Помощницей Женщина Разделяет Мечту Главную Мечту Конечно У нее Есть Свои Мечты Никто На это Не посягает Дорогие Женщины Но я Говорю Мечту И Видение Семьи Есть Такое Общее Корпоративное Церковное Либо Семейное Видение Куда У вас Движется Семья Если У вас Один Движется Туда А другой Движется Туда В такой Семье Единства Не будет Если Жена Достигает Своей Цели Своей Мечты В жизни А муж Своей То Знаете В один Прекрасный Момент Они Разойдутся Они Будут Спорить Такая Семья Она Ну Сто Процентов Обречена На провал И вот Здесь Проблема Женщинам Трудно Смириться С этим Как Это Это что У меня Своей Мечты Не будет Да Женщины Мои Вы о чем Сколько У женщины Есть Мечтаний Ни одному Мужчине Столько Не снилось Поэтому С мужчиной Надо разделить Одну Только Мечту Самую Важную Все остальное Будут делить С вами Друзья Поэтому Ты Ты ему Одну А он Тебе всю Жизнь Послушай Меня Женщины Послушайте Вам Мечту Главную Главную Мечту Чтобы он Состоялся Мужчина Одну А он Тебе всю Жизнь Так Устроен Мужчина В главном Не препятствуйте Ему Дайте Ему Состояться Вы Увидите Как Мужчина Будет Служить Всю Остальную Жизнь Вам Вон Гена Сказал Аминь Потому Что Он Так Служит Юле Вот Так Учитесь Поэтому Нам Нужна Одна Мечта И одна Цель На всех И так Мы Сможем Построить Единство Аллилюя Третье У них Была Способность Жертвовать Своим В пользу Общего Я часто Об этом Говорю Нельзя Построить Единство Без того Что ты Не пожертвуешь Своим В пользу Общего Посмотрите Строители Города И башни Имели Один Язык Одну Мечту Они Имели Способность Договариваться Друг с Другом А ведь Каждый Из них Мог бы Сказать А я Хочу Построить Город Не из Такого Материала Как Вы А из Другого Сказано Что они Договорились Между Собой Строить Город Из Кирпичей И Земляной Смолы А у них Была Альтернатива Камень И Известь Потому что Может быть Раньше Строили Города Из Камней И Извести Но вдруг Они Пришли К мнению Что Надо Построить Из Кирпича Обожженного И Земляной Смолы Послушайте А могли Быть Сказать Люди В этой Компании А я Хочу Чтобы Город Был построен Из Дерева Я Зодчий Я Хорошо Вырезаю По дереву Вот нужно Чтобы Город И Башня Были Построены Из Дерева А другой Скажет Нет 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 Давайте Построим Из Глины И Соломы Это Экологично Это Лучше У нас Будут Хорошие Дома Экологичные Будут Дома И мы Будем В них Жить В Хорошей Экологии А Третьи Скажут Нет Давайте Как раньше Строили из камней Так и будем Строить из камней Во-первых Это дешево Пошли в реке Набрали камни Принесли Замесили Не надо Не обжигать Не глину искать Давайте Строить из камней А третьи Сказали Нет Будем строить Из кирпича И Из смолы Земляной Но они Имели Способность Жертвовать Понимаете Один пожертвовал Кто-то пожертвовал Своим мнением У кого-то было Другое мнение В строительстве И он пожертвовал Я помню как в семинарии На одном из уроков Нас разделили на команды И дали нам разноцветные кубики И дали задание построить башню Вот по этому местописанию Мы строили башню Но нас сначала лишили коммуникации Мы не должны были говорить друг с другом Ну жестами могли Но язык у нас отняли один Не полностью отрезали Нет Не бойтесь Там не садисты Все нормально с этим было Просто запретили Второе Каждому дали индивидуальное задание Мы-то не знали в этот момент И сказали Когда давали задание Чтобы каждый В обязательном порядке Выполнил это задание Это строгое было условие Обязательно выполни это задание Мы вначале не знали Но в конце получилось Что не все построили башню команды Только некоторые Единицы построили команды Потому что оказалось Задание у всех было Противоречащее друг другу Если одному было задание Построить из белых кубиков башню То второму было дано задание Ни в коем случае из белых Не строить Одному было дано задание Построить башню в шесть этажей И не более А другому было дано задание Только не меньше шести этажей И знаете что происходило? Мы разрушали эту башню Потому что один строил седьмой этаж А другой говорил Нет ни в коем случае Не должно быть семь А у него в задании семь Другой строил из желтых кубиков А этот убирал желтые кубики Разговаривать нельзя было Открывать задание нельзя было Убирал желтые кубики И так и не построили Знаете кто построил? Тот кто смог отказаться От своего задания Вот были люди умные Они взяли и не стали Выполнять свое задание намеренно Хотя им сказали Обязательно выполни Он просто отказался И стал помогать И оказывается В этом и был смысл всего Умение Способность Отказаться от своего Если друзья Мы не откажемся Где-то от своего призвания Которое тебе кажется Самым нужным в церкви Но оно не интегрируется Как в семье допустим Если жена не откажется Раскол будет Если в церкви Некоторые люди не откажутся И не начнут помогать Просто нужно иногда помогать Помогать Все что нужно Отказаться иногда от своего Что кажется тебе свое И быть верным в малом И когда ты верен в малым То Бог даст тебе и больше Аллилуйя Вас дайте Богу хвалу А не смогли А смогли построить единство Потому что отказались От своего мнения В пользу общего Общий И когда общий выигрывает Тогда выигрывают все друзья А некоторые хотят прославиться Сами В одного А церковь использовать Как ресурс Как площадку Для того чтобы взлететь самому Так не получится Мы не байконур Мы ковчег Мы не запускаем корабли Друзья Мы их принимаем У нас нет алмазов У нас нет бриллиантов У нас жемчуг Из которого Иисус делает Ожерелье себе на шею И все в этом Ожерелье Драгоценные Перед Господом Аминь Аминь И еще раз аминь Аллилуйя Воздайте Богу хвалу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому